Доброго времени суток, на связи Константин. Разберем оставшиеся функции, которые могут понадобиться время от времени при работе в микшере Cubase 5. Возможно, вы уже знаете про так называемые групповые каналы, которые позволяют работать со звуком с нескольких каналов, выход от которых настроен на один и тот же канал в микшере. Ну вообще, о групповой канала стоит поговорить в отдельности. Я просто скажу, что в микшере можно настраивать маршрутизацию на групповые каналы. Для начала стоит создать этот самый групповой канал. В микшере он, естественно, тоже присутствует. И для того, чтобы направить какой-либо из каналов на эту группу, можно открыть Routing View, то есть обзор маршрутизации каналов. И здесь направлять выход на группы. Вот здесь сверху указаны выходы каналов. И вместо Stereo Out мы можем щелкнуть и выбрать групп 1. Вообще, все групповые каналы, которые вы создаете, они в этом списке будут присутствовать. И вы сами выбираете, куда вы хотите послать звук с этого канала. И теперь, когда мы направили три канала на группу, и теперь мы можем работать с этим звуком на канале с группой. Как с обычным аудиоканалом, видите, есть фейдер, у него уже есть вставные эффекты. То есть можете устанавливать, обрабатывать звук различными плагинами, эквалайзером. С помощью группового канала вы можете объединять похожие инструменты и обрабатывать их идентичным образом. То есть одними и теми же плагинами для всех подключенных к этой группе каналов. По умолчанию выход группового канала установлен на Stereo Out, то есть на мастер-шину. Но выход с группы можно также направить на разные дорожки. По умолчанию это стоит Stereo Out, то есть мастер-шина. Также выход с группы можно направить на аудиотрек. Таким образом записывать звук с группового канала на аудиотреке. Для этого нужно у аудиотрека в Stereo In указать нужную группу. Я это уже проделывал в соответствующем видео. Посмотрите, если есть желание. Ну и также выход с группы можно направить на другую группу, если у вас несколько групповых каналов. Далее, если вы нажимаете «Солируйте групповой канал», то автоматически солируются все те треки, все каналы, выход из которых был направлен на эту группу. Это сделано для удобства, чтобы прослушивать звук с группового канала без необходимости щелкать кнопку соло у всех подключенных треков. Ну и также, если вы солируете один из каналов, который выходит на группу, автоматически солируется и групповой канал, чтобы вы слышали тот звук, который вы хотите слышать. Теперь, что касается Mute. Если вы мьютируете групповый канал, то, соответственно, мьютируются и те треки, выходы которых направлены на групповой канал. Однако, эту опцию можно менять, зайдя в настройки, на страницу VST. Здесь есть строчка «Group channels – Mute sources as well». То есть, сейчас стоит гавочка, это означает, что глушится как групповой канал, так и те треки, которые присоединены к этому групповому каналу. Если мы убираем эту гавочку, то теперь, если мы мьютируем групповой канал, те треки, которые подключены к этому каналу, не мьютируются. На мой взгляд, логично, когда мьютируется все вместе, так как если мьютируется групповой канал, то в большинстве случаев мы не хотим слышать, что звучит на этом канале. Да и к тому же, если треки-источники остаются размьютированными, а групповой трек замьютирован, то сам звук с этих каналов мы не услышим, но мы можем услышать звук с эффектов посыла, если они установлены на этих каналах, так как посыл происходит до группового трека. Ну и еще пару слов напомню про выходную шину. Расположена она в правой части микшера, отделенной полосой. После этого фейдера звук попадает уже на вашей колонке. Настройка производится в окне VST Connections, вкладка Outputs. По умолчанию все треки, которые обрабатывают звук, их выход установлен в этот самый стерео-аут в мастер-шину. И в микшере, как я уже говорил, можно настраивать выход с треков. Для этого открываем Routing View, и здесь, щелкнув по этому окну, мы получаем выпадающий список, где мы видим все установленные выходные шины, и также видим те групповые треки, которые мы создали, которые мы используем в проекте. Маршрутизацию можно также производить и в инспекторе. Стерео-ин, стерео-аут. Здесь мы настраиваем вход, настраиваем выход для аудиотреков, и настраиваем выход для инструментальных треков. И также можно настраивать маршрутизацию в окне настроек канала. Напомню, это кнопка E. Здесь вы тоже видите фейдер вместе с настройками маршрутизации. Работать с выходной шиной вы можете так же, как с обычным аудиотреком, либо с групповым треком. То есть, вы можете оборачивать фазу, можете устанавливать при гейн, вставные эффекты, панораму, уровень с помощью фейдера. Ну и естественно, эффектов посыла у выходной шины быть не может. Теперь поговорим о связке нескольких каналов. Не следует путать с групповыми треками. Здесь связка происходит для того, чтобы работать в микшере с каналами и настраивать их так же идентичным образом. Но эти действия все касаются действий в микшере самом. К примеру, мы выделяем два трека, зажав либо Ctrl, либо Shift и нажимаем правой кнопкой, выбираем Link Channels. Теперь у нас эти оба канала связаны. Теперь, если мы меняем уровень одного из связанных каналов, меняется уровень, соответственно, и другого канала на ту же величину. Поэтому Mute и Solo так же касаются всех связанных каналов. Настройка маршрутизации, если мы делаем маршрутизацию для одного из связанных каналов, то она настраивается аналогичным образом для всех связанных каналов. Чтобы убрать связку, нужно нажать на один из связанных каналов, выбрать Unlink Channels. Стоит понимать, что вы не можете менять статус связки у одного из связанных каналов. То есть вы можете либо их связать, либо снять статус связки со всех каналов сразу. Если же вы хотите сделать какие-либо настройки индивидуально, независимо от статуса связки, вы нажимаете на клавишу Alt и производите настройки независимо от связанных каналов. Как вы уже заметили, при изменении положения фейдера учитывается то положение фейдера канала, которое было до того, как канал был связан. И фейдер изменяется на относительную величину. То есть относительное положение фейдеров друг к другу сохраняется. Вот практически мы рассмотрели все функции микшера. Осталось совсем чуть-чуть. Есть еще пару опций, которые доступны в контекстном меню. То есть мы нажимаем правой кнопкой в любом месте микшера. Здесь есть еще некоторые строки. К примеру, вы можете выбрать здесь показать панель маршрутизации, показать расширенный вид. Помимо вот этих тарелочек, вы можете также это делать и из контекстного меню. Также вы можете сохранять настройки либо выбранных каналов, либо настройки всего микшера в файл, который вы можете потом использовать, переносить на другой компьютер и загружать. Либо load selected channels, если вы сохраняли настройки каких-либо каналов, либо load all mixer settings, если вы до этого сохраняли настройки всего микшера. Ну и на этом я вас поздравляю. Вы узнали практически о всех возможностях микшера. По крайней мере, о тех возможностях, которые могут пригодиться при вашей работе с музыкой. Я надеюсь, информация оказалась полезна. Если все-таки какие-то вопросы остались, жду ваших комментариев. Пока на этом все. До связи.